Приветствую вас. Ну, вы знаете, Соня, мне кажется, что вы не очень понимаете, что вы хотите. То есть, здесь вы, такое впечатление, что человека воспринимаете как какое-то средство для реализации своих потребностей. То есть, вы говорите, что два года непонятных отношений. Что значит непонятных отношений? Почему два года, опять же? То есть, ну, два года, это, ну, может быть, довольно много. Либо вы за два года поняли, например, что человек не является вашим. Вот, допустим, ну, вы просто вот поняли, что человек не ваш. Так? Например. Либо вы, ну, как-то вот почувствовали, что больше не хотите, например, с ним быть. Потому что пока получается ситуация немножко другой. Вот, получается, что я его люблю, говорите вы. Вот. То есть, я люблю мужчину. Ну, никуда это не делаю с любовью. Но с ним я всё равно, всё равно вместе не хочу быть. Потому что он мне не дает то, что мне нужно. Вот. Вот так это выглядит. И, на мой взгляд, это проблематично. Потому что получается, что вам не столько нужен сам человек, сколько вас волнует ваше желание. Это неплохо. Но мне думается, что очень важно отграничиваться одно от другого. Мне так думается. То есть, если вы любите человека, то вам, наверное, хочется для него что-то делать. Если вы хотите семью. Если вы хотите семью, то вопрос, вопрос семьи немножко другой. То есть, если вы хотите семью, то здесь нужно спросить себя, почему я хочу семью? Для чего мне нужна семья? Ну, как правило, семья нужна для того, чтобы почувствовать себя защищённой. Вероятно, это и есть ваше основное желание почувствовать себя защищённой. Но тогда, если вы хотите почувствовать себя защищённой, другой человек, вам для этого не нужно. Это исключительно и только ваши проблемы. И отсыдаю ваше держание. По поводу того, правильно ли я поступил. Потому что... Извините. Извините. Вы находитесь в зависимости от других людей. И... К одному у вас есть чувства, А к другому есть только лишь цели, Которые вы хотите достичь. И то, и то, в общем-то, не самое лучшее решение. Поэтому, на мой взгляд, вот, нам... Кхм... На мой взгляд, Нужно сперва решить проблему того, что вы хотите в семью и для чего. А дальше уже вы сможете решить, кому вы хотите дарить свою любовь. И с тем человеком находиться. Тогда не будет противоречия и не будет конфликтов. Правильно ли я сделал. Ну и само... Эээ... Слово правильно. Сама постановка вопроса. Правильно ли я поступил. А... Является... Деструктивной. Потому что... Правильно или неправильно, нет. Есть только хорошо... Для вас. То есть полезно. Есть вредно. А то, что вы рекомендуете всем правильно или нет. Ну, свидетельствует о том, что у вас есть, опять же, внутренние конфликты. Конфликты. Которые вам нужно помочь разрешить. Разрешить. Вот. В целом... Ну, в целом, я здесь вижу больше не про любовь, а про то, что вы хотите для себя. Про то, что вы хотите через друг... Через другого человека. Эээ... Разрешить свои внутренние противоречия. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в комментариях. В качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи. Удачи. Ос appealing... Продолжение следует...